Добрый день, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на наши традиционные уже лекции. Мы продолжаем разговор о русской классической литературе. На прошлой неделе мы говорили о поэтах Фёдора Ивановича Тютчева и Афанасия Афанасьевича Фетия. А сегодня мы коснёмся ещё одной не менее значимой фигуры в истории русской классической литературы. Мы поговорим о Николае Алексеевиче Некрасове. Тонкий лирик, прозаик, даже драматург, сатирик и критик. Его поэтическое творчество явилось новым словом в развитии русской поэзии и заняло место в одном ряду с гениальными творениями Пушкина и Лермонтова. Николай Некрасов происходил из дворянской некогда богатой семьи из Ярославской губернии. Будущий великий поэт рос в огромной семье. У него было 13 братьев и сестёр. И несмотря на то, что родители некогда женились друг на друге по любви, дома была тяжёлая обстановка зверских расправ отца с крестьянами, его открытых связей с крепостными любовницами и жестокого отношения к затворнице-жене, матери Николая Алексеевича. У отца Некрасова было 40 душ. В течение десятилетий он судился с собственной сестрой за ещё одну крестьянскую душу. Отец вообще много сутяжничал, так что сын тренировался в чистописании, составляя и перебеливая исковые заявления и прочие судебные бумаги. Так мы понимаем, что могло впоследствии сыграть свою роль в жизни и творчестве будущего певца народа. Систематического образования Николай Некрасов не получил, однако пять лет он проучился в Ярославской гимназии. Там на него оказали влияние несколько учителей, в том числе латинист и словесник. Там Некрасов написал свои первые стихи в подражание модным романтическим поэтам. А 20 июля 1938 года, то есть когда поэту было 17 лет, он отправился в Петербург для поступления в университет, хотя отец желал видеть его в военном учебном заведении. Не выдержав экзамены, Некрасов определился больно слушателем и в течение двух лет посещал филологический факультет. Обратите внимание на слайд, здесь вы видите фотографию улицы Некрасова в центре Санкт-Петербурга и памятник поэту в сквере Некрасова, тоже неподалеку от этой улицы. Так что до сих пор Петербург бережно хранит память о поэте, и у нас даже есть музей-квартира Некрасова. Так что когда приедете, обязательно посетите этот музей. Итак, через два года, уже через два года пребывания в Петербурге, поэт печатает свою первую книгу «Мечты и звуки». А вообще в период петербургской жизни он подрабатывал в журналах и газетах. Сблизился с издателем театрального журнала «Репертуары Пантеон», попробовал свои силы в литературной критике, драматургии, писал стихотворные фильетоны. А вот уже в 43-м году XIX века Некрасов познакомился с самым авторитетным, не побоюсь этого слова, критиком эпохи Виссарионом Белинским. Вы наверняка о нем не раз уже слышали. Белинский оказывает сильное влияние на поэта, и Некрасов преодолевает свои романтические, юношеские увлечения, я имею в виду сейчас именно в лирике, в творчестве, и выбирает реалистическое направление. Он пробует свои силы и в прозе, и даже пишет роман автобиографического характера, однако не заканчивает его. Но этот роман уже был наполнен реалиями, ярославской и петербургской жизни. Далее он составляет два литературных альманаха. Альманахи – это сборники рассказов и новелл за определенный год. И вот за 45-й год он составляет альманах под названием «Физиология Петербурга», а за 46-й – «Петербургский сборник». В этих альманахах собраны очерки, рассказы, повести писателей натуральной школы – Белинского, Герцена, Тургенева, Достоевского, Григоровича, Даля, Панаева. Все они о жизни столичной бедноты, мелких и средних слоев общества. И мы постепенно наблюдаем становление основной, самой важной темы в творчестве Некрасова, а именно жизнь простого народа. Некрасова называют певцом доли народной. Он становится любимцем разночинцев. Именно эти вечные юноши в сюртуках дурного покроя, с блещущим слезой сострадания мужику взором, так вот иронично их описывают, и обязательно задыхающиеся, прорвавшиеся из провинциальных городков большую культуру сыновья батюшек, дьяков, лекарей. Вспомните Евгения Базарова, он был сыном лекаря. Они нередко очень талантливые молодые люди. Они и стали в некрасовское время законодателями мод. Эти горячечные ребята и делали репутации писателям. Они могли запросто уничтожить автора, как случилось с Лесковым, например. Могли насмеяться, насмехаться, как случилось с Фетом, так как он следовал лозунгу чистого искусства и писал о других вещах свои произведения. Однако эти же самые разночинцы могли и превознести, сделать первым и лучшим автором современности. Так случилось с Некрасовым. Он попал в струю. Позднее, уже в годы советской власти, в 20 веке, это довольно условное везение, продолжилось. И поэзия Некрасова была признана идеологически правильной. Она была канонизирована. Канонизирована значит признать что-то незыблемо авторитетным, узаконить, установить в качестве образца. А вообще реализм литературы 19 века требовал затрагивания актуальных, больных тем. Нельзя было на происходящее в обществе закрывать глаза. Об этих темах важно было писать, говорить, размышлять. И в историю русской литературы Николай Алексеевич вошел именно как поэт, чье творчество уходит корнями в глубинные пласты народной жизни. Он создал целую эпоху в поэзии. И так в его лирике слились, по сути, воедино два понятия – народ и родина. И это было как никогда важно, потому что, помогая народу, мы помогаем спасти свою родину. Поэтому некоторые произведения поэта прописаны не только любовью и восхищением крестьянами и детьми, но и бесконечным сочувствием и состраданием, сопереживанием. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистел, играя. И музе я сказал, гляди, сестра твоя родная. Вот его муза, родная сестра той несчастной крестьянки, избитая, униженная, лишенная родственных связей с мировой и отечественной поэзией, некрасовская муза. «Через бездны, темные насилия и зла, труда и голода она меня вела», пишет Некрасов о ней. Неудивительно, что шагая этими тропами, поэт из окружающей вселенной, довольно разнообразный, как вы догадываетесь, по краскам и настроениям, научился выхватывать зрением исключительно трагичное, местами, может быть, безобразное, гадкое, физиологическое. Там, где не было места насилию и злу, поэту как будто бы было не так уютно. Даже в этом коротком стихотворении о бедной крестьянке мы можем увидеть будущего Достоевского. Да, Достоевский восхищался лирикой Некрасова, и в своей прозе позднее он также обратится к непростой жизни простых бедных людей, продолжит традиции реализма Некрасова. Те, кто уже имел удовольствие открыть роман Достоевского «Преступление и наказание», могут вспомнить сны Раскольникова. Сны, как правило, очень метафоричные, очень глубокие, яркие. И вот в одном из таких снов забивают старую лошадь, которая не может больше идти. И вот здесь есть некоторая аллюзия на небольшое стихотворение Николая Алексеевича. Или же образы будущей Сонечки Мармеладовой из того же романа Достоевского также встречаются в текстах Николая Некрасова. То есть обратите внимание на то, как вообще авторы друг с другом связаны, насколько они учатся друг у друга и, в общем-то, являются преемниками друг друга. Это удивительно, когда особенно находишь такие вот не сходства, а именно продолжения, логическое развертывание мысли. Именно Белинский в свое время убедил Некрасова в том, что у натуральной школы должен быть собственный журнал, которым и стал выкупленный у Плетнева журнал «Современник». Мы помним о том, что, в общем-то, у истоков «Современника» был сам Александр Сергеевич Пушкин. И на протяжении 30 лет Некрасов издавал самые прогрессивные журналы своего времени. Сначала это был «Современник», а после его закрытия – «Отечественные записки». В них, в обоих этих журналах, печатались крупнейшие передовые писатели. Сам Белинский, Иван Сергеевич Тургенев, Молодой Толстой, Достоевский, Чернышевский, Добролюбов, Салтыков-Щедрин, Островский. Вот кого-то, может быть, вы узнаете на слайде. Тут мелким шрифтом подписано, поэтому можно только портреты сами разузнать. Напишите в чате, кого вы узнали. Здесь же, на страницах «Современника» появились и произведения. Такие произведения, как «Записки охотника», «Обыкновенная история», о которой мы не говорили, но мы говорили об Обломове, Гончарова. «Детство, отрочество, юность», «Севастопольские рассказы» Льва Николаевича. И вот в 54-м году XIX века сотрудником журнала стал тоже один из известных критиков Чернышевский, а затем и Добролюбов. И в период правительственных гонений на передовую общественную мысль «Современник», к сожалению, был закрыт. И даже случилось такое, что Чернышевского арестовали. Однако это не помешало Николаю Алексеевичу напечатать на страницах журнала его программный роман «Что делать?». О нем вы наверняка слышали. Так как «Современник», к сожалению, был закрыт в июне 1966 года, после покушения на императора Александра II, и его окончательно запретили, Некрасов во имя спасения издания пытается как-то задобрить власти, и даже пишет оду царскому министру Муравьеву, которого называли вешателем. Но это не помогает, и поэтому, к сожалению, журнал прекращает свою работу. А вот с 1868 года Некрасов арендует другой журнал «Отечественные записки», и, в общем-то, до самой смерти своей остается его редактором и издателем. И вновь он объединяет все передовые литературные силы. Туда уже входят такие литераторы, как Салтыков-Щедрин, Писарев, и снова там публикуются названные высшие имена и новые другие авторы. Некрасов сохранял искренность в своей благополучной жизни и в думах о народе тоже. Так сказать, и в обжорстве, и в его обличении, что для него, в общем-то, было подлинным и органическим, как и барство. И все это было свидетельством не его двуличности, а скорее двуликости. Потому что жизнь Некрасова, справедливо отмечает Корней Чуковский, выстроилась так, что он принадлежал двум слоям общества – и разночинному, и дворянскому. Время было такое, а по сути он был на рубеже двух эпох, существовал. Так оно и было. Однако сам Некрасов, конечно, остро ощущал свою раздвоенность. 15 октября 1856 года вышел сборник зрелых поэтических произведений поэта. И он имел уже огромный успех у читательской публики. Откликнулся на массовые настроения. Периода общественного подъема. И Чернышевский писал. «Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех, как ваша книга. Композиция книги была глубоко продумана и художественно организована. А сборник открывало стихотворение поэта-гражданин, раскрывающее соотношение гражданственности с искусством». Здесь, конечно, очень тонкая такая грань. Вообще, в сборнике было четыре раздела. В первом были «Стихи о жизни народа», во втором «Сатира на недругов народных», в третьем «Поэма об истинных и ложных друзьях народа», а в четвертом «Стихи о любви и дружбе», интимная лирика. В произведениях сборника обнаружились как новые темы, так и оригинальные подходы к традиционным, в частности, лирическим сюжетам. А вообще, этот сборник, конечно, наделал много шума. И в декларативном тексте «Поэт и гражданин» поэту предлагалось посвятить себя гражданскому служению и погибнуть за убеждения и за любовь. А ты, поэт, избранник неба, глашатый истин вековых, не верь, что не имеющий хлеба не стоит вещих струн твоих, не верь, чтоб вовсе пали люди, не умер Бог в душе людей, и вопль из верующей груди всегда доступен будет ей. Будь гражданин, служа искусству, для блага ближнего живи, свой гений подчиняя чувству всеобнимающей любви. И если ты богат дарами, их выставлять не хлопачи, в твоем труде заблещут сами их животворные лучи. Сборник пережил несколько переизданий, и вряд ли его поклонники догадывались, насколько тщательно сам автор продумывал, на какие клавиши в сердцах читателей следует нажимать, чтобы этого успеха добиться. Поэтому после первого выхода в свет самого сборника стихотворений многие поверили, что в России появился поэт повыше Пушкина. Ну, это, конечно, вызов большой. Позднее примерно те же слова прозвучали и над могилой Некрасова. После того, как Достоевский сравнил его с Пушкиным, молодежь закричала. Та самая разночинная молодежь. Он был выше Пушкина. А вот любовная лирика автора делится на несколько циклов, которые созданы в разные периоды жизни. Но, конечно, особое место занимают стихотворения, посвященные возлюбленной, талантливой и яркой женщине Авдотьи Панаевой, с которой Некрасов прожил целых 16 лет. Они объединены в так называемый Панаевский цикл. А вот стихотворение «Мы с тобой, бестолковые люди» было впервые опубликовано как раз в журнале «Современник» в 61-м году. Сначала оно было без подписи. Но обращено оно, конечно, к Авдоте Яковлевне. Она была одной из самых очаровательных и незаурядных женщин своего времени. Романтические отношения связывали Некрасова с этой яркой, умной женщиной и оставили глубокий след в его жизни и творчестве. И даже в савторстве с Николаем Алексеевичем Авдотья Яковлевна написала романы «Три страны света» и «Мертвое озеро». Писала она их под мужским псевдонимом. Именно эти тексты в период цензурного гнета современника помогли, в общем-то, держаться на плаву и сохранить журнал еще до какого-то времени, потому что они обеспечивали как раз содержание журнала. А взаимоотношения двух творческих людей, Некрасова и Панаева, конечно, никогда не были спокойными и безмятежными. Один из сложных моментов их любовной истории как раз и нашел отражение в этом стихотворении, которое мы сейчас послушаем. Послушаем мы его в современном исполнении акустическом. Обратите внимание на то, что, в общем-то, тема может быть актуальной и в наше время и прекрасно ложится на современную музыку. Антон Шифатов. Как обычно, ставим плюсики, если все хорошо слышно. Мы с тобой бестолковые люди Ждом минуты, то вспышка готова Облегченье взволнованной груди Неразумное резкое слово Говори же, когда ты сердита Все, что душу волнует и мочит Будем, друг мой, сердится открыто Легче мир и скорее наскучить Если б роза в любви неизбежна Так возьмем мы с нее долю счастья После ссоры так полно, так нежно Возвращенье любви и участья И так, надеюсь, вам удалось послушать Мне кажется, что данное стихотворение Очень современно И, в общем-то, очень музыкально Некрасове так говорили, что его стихи Как помните, и стихи Афанасия Фета Прекрасно ложатся на музыку Любовная лирика этих лет Подобна диалогу, в котором участвуют двое Он и она Люди необыкновенные Наделенные современными взглядами Причастные к творческому процессу Эта любовь осветила жизнь поэта С этим невозможно поспорить Конечно, она по-настоящему вдохновила его Хотя Авдотья Яковлевна Долго не могла ответить на его чувства Так как была замужем Мы сейчас не будем подробно касаться Таких частностей Это, в общем-то, в любом случае Не помешало созданию стольких Прекрасных произведений Посвященных Авдотье Яковлевне И вот в стихотворениях Посвященных Панаевой Некрасов изобразил историю Их противоречивой любви Она заканчивается стихотворением Прости Прости, не помни дни падения Тоски, уныния, озлобления Не помни бурь, не помни слез Не помни ревности угроз Но дни, когда любви светила Над нами ласково всходила И бодро мы свершали путь Благослови И не забудь Некрасов внес много нового В поэтическое искусство Он существенно обновил Традиционные жанры русской поэзии Он ввел гражданские мотивы В элегию Политические инвективы В романс Социальные проблемы В балладу Некрасов расширил Возможности поэтического языка Включая в лирику Сюжетно-повествовательное начало Элементы филеетона Традиции физиологического очерка Некрасов творчески освоил Приобщив к современной поэзии Русский фольклор Склонность к песенным ритмам И интонациям Использование анафор Параллелизмов Повторов Тягучих трехсложных размеров С глагольными рифмами Применение фольклорной гиперболы При увеличении Некрасов необычайно Расширил стилистический диапазон Русской поэзии Например, используя разговорную речь Народную фразеологию Диалектизмы Он смело включал в произведения Разные речевые стили От бытового до публицистического От народного просторечия До фольклорной и поэтической лексики От ораторско-патетического До пародийно-сатирического стиля Это, конечно, производило Определенное впечатление И революцию в современном литературном языке Если мы вспомним, то Александр Сергеевич Пушкин Называли и называют по сей день Родоначальником современного литературного языка И вот мы можем обратить внимание на то Как тоже по-своему повлиял Николай Алексеевич На язык художественной литературы Именно на этот пласт На этот стиль литературного языка То есть он в себя может вбирать Не только то, что закреплено в словаре Но и все богатство языка Как литературного, так и нелитературного И новаторство поэта неоспоримо Он создал новый тип лирического героя Ввел в русскую поэзию новые мотивы и настроения Обогатил ее новыми ритмами И по-новому использовал элементы Устного народного творчества Мы сегодня обратим на это внимание Когда будем еще несколько его произведений обсуждать Тема народа, его исторических судеб Накануне крестьянской реформы И в реформенное время Стала одной из ведущих в художественном творчестве Николая Алексеевича Поэзия Некрасова заняла в этом процессе Центральное место Изображая идеал революционера-борца Как народного подвижника Новые явления общественной жизни Связанные с развитием капитализма Вызвали появление такой сатиры Как современники А социальные идеалы общественного устройства Нашли отражение поэме «Дедушка» В описании села Тарбагатай Где вольные крестьяне хлебопашцы Организовали общество свободного и дружного труда Вы еще не раз встретите в произведениях Николая Алексеевича Именно дружных, деятельных крестьян Которые что-то хотят делать Что-то хотят преобразовывать, узнавать Как, например, кому на Руси жить хорошо в этой поэме А вообще поэт любил детей Играл с ними, бродил по лесам и полям Он видел в них непосредственность, красоту, смелость У него есть множество стихотворений о детях Ну и, конечно же, в стихотворении «Крестьянские дети» Поэт всегда с любовью рассказывает о них И для них в том числе Его очень интересно читать Его начинают изучать с самоначальной школы И вот фрагмент из стихотворения О детях «Крестьянские дети» В них столько покоя, свободы и ласки В них столько святой доброты Я детского глаза люблю выражение Его я узнаю всегда О, милые плуты! Как часто их видел, тот верю я Кто часто их видел, тот верю я Любит крестьянских детей Но если бы даже ты их ненавидел, читатель Как низкого рода людей Я все-таки должен сознаться открыто Что часто завидую им В их жизни так много поэзии слита Как дай бог балованным деткам твоим Счастливый народ Ни науки, ни неги Не ведают в детстве они Но вместе с тем Поэт рисует и суровую картину Жизни крестьянских детей Однако же зависть в дворянском детяти Посеять нам было бы жаль И так обернуть мы обязаны, кстати Другой стороной медаль Положим, крестьянский ребенок Свободно растет, не учась ничему Но вырастет он, если богу угодно А сгибнуть ничто не мешает ему Положим, он знает лесные дорожки Горцует верхом, не боится воды Зато беспощадно едят его мошки Зато ему рано знакомы труды В этом очень много сочувствия И желание помочь Желание преобразовать эту ситуацию В общем-то, поэтому он очень много пишет о детях И далее в стихотворении Идет знаменитый фрагмент Мужичок с ноготок Очень советую вам его прочитать сегодня По свежим следам, так сказать А поэма «Некрасово мороз, красный нос» Не случайно определяется Даже недоброжелателями и противниками поэта В момент ее выхода Как капитальнейшее произведение Из всех его сочинений И если обратить внимание, опять-таки, на язык поэмы Чтобы не быть голословными То мы заметим большое количество слов Характерных для народной поэзии Это слова с уменьшительно ласкательными суффиксами Например, ноженьки, спинушка, соврасушка Зимушка, дубравушка Подруженьки, скотинушка Солнышко серп нагревает Солнышко очи слепит Жжет оно голову, плечи Ноженьки, рученьки жжет Но поэт использует фольклор Не только для достоверного воссоздания народной жизни Не только для иллюстрации Он и спорит с ним И главный спор ведется на идейном уровне И отражается в эпизоде с Морозом воеводой Мы сейчас посмотрим Точнее, послушаем, прошу прощения Посмотреть сегодня не удастся, к сожалению Так Николай Алексеевич Некрасов Мороз воевода Отрывок из поэмы Мороз красный нос Не ветер бушует над бором Не с гор побежали ручьи Мороз воевода Дозором обходит владенья свои Глядит, хорошо ли метели лесные тропы занесли И нет ли где трещины, щели И нет ли где голой земли Пушистый ли сосен вершины Красив ли узор на дубах И крепко ли скованы льдины в великих и малых водах Идет По деревьям шагает Трещит по замерзлой воде И яркое солнце Играет в косматой его бороде Дорога везде чародею Чу ближе подходит седой И вдруг очутился над нею Над самой ее головой Забравшись на сосну большую По веточкам палицей бьет И сам про себя Удалую хвостливую песню поет Итак, она это крестьянская девушка Дарья, которая замерзает на морозе И ведет она себя как положено героине сказки На вопросы мороза она отвечает покорно, что ей тепло Но мороз воевода в данном случае оказывается вовсе не добрым сказочным морозкой Который должен наделить женщину подарками за ее стойкость Некрасов развенчивает эту сказку Его Дарья не просто замерзает И в полузабытии представляет себя мороза Эта мистическая сила появляется Будто на самом деле воплощая в себе всю несправедливость народной жизни Все тяготы Тяготы, выпавшие на долю женщины И погубившие ее Так мы видим, что поэт широко использует фольклор Но не просто вставляя его элементы А вплетая их в саму идейную структуру Своего текста, своего творчества Однако фольклор в его поэме органичен Он сообщает поэме сам дух народной жизни, народной поэзии Вот еще одно произведение, которое проходит на самом деле в младших классах Но я всегда советую его почитать и в более старшем возрасте Это дедушка Мазай и Зайцы Вообще творчество Николая Алексеевича Некрасова в области детской поэзии Было по сути новым шагом в ее развитии Хорошо понимая значение детского чтения В формировании личности ребенка Ее гражданских качеств Некрасов адресовал свои стихи Тем, на кого он возлагал большие надежды В свершении грядущих судеб России На будущее поколение, на крестьянских детей Он возлагал надежды Одно из стихотворений Некрасова Прочто вошло в детское чтение Вот оно представлено на слайде Вы видите иллюстрации к нему Где главной темой становится любовь к природе И бережное отношение к природе Причем любовь разумная В стихотворении Мазай рассказывает о том, как весной в половозье Плыл он по разлившейся реке и подбирал зайчишек Сначала снял нескольких с островка На котором зайцы столпились Чтобы спастись от поступавшей вокруг воды Затем подобрал зайца с пня На котором лапки скрестивши стоял горемыка Ну, дальше уже бревно целое С десятком сидевшим на нем зверюшек Пришлось зацепить В лодку они все не поместились По-моему, чудесная иллюстрация И в этом стихотворении поэт-гражданин Раскрывает маленьким читателям Поэзию крестьянской жизни Поэзию повседневности, по сути Внушает им любовь и уважение к простому народу Показывая душевную щедрость Таких самобытных натур, как дедушка Мазай Историческая тема Привела к созданию поэмы «Русские женщины» Которая стала фактом общественного звучания Воспринималась как призыв к борьбе за народную свободу И вот трогательные образы Жен декабристов Княгини Трубецкой и Волконской Волновали Некрасова Он написал об этих героиних свою поэму «Русские женщины» Там создан характер женщины Обличающей, сознающей свою правоту Соратницы мужа-борца Также в своих произведениях Некрасов Как будто объединяет женщин, принадлежащих к разным сословиям Не в смысле, что они общаются, взаимодействуют И следуют одной цели А в смысле, что и те, и другие достойны восхищения И это восхищение будет вызвано не только внешней красотой героинь поэта Так, стихотворение «Есть женщины в русских селениях» пропитано глубоким сочувствием к тяжелой жизни и судьбе женщины из села Автор описывает ее многочисленные страдания от трудной работы и моральные унижения Забота о семье, воспитание детей, заботы по дому и труд в поле после смерти мужа Всем этим занимается только героиня Дарья Итак, у нас, кажется, есть немного времени, чтобы послушать это стихотворение в исполнении актера Кто слез над тобою не лил Однако же вече крестьянки затеяли мы, чтоб сказать, что тип величавой славянки возможно и ныне сыскать Есть женщины в русских селениях С покойную важностью лиц С красивой силой в движениях С походкой со взглядом цариц Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит Пройдет, словно солнце осветит Посмотрит, рублен подарит Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет Но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет Цветет красавица миру надива Румяна, стройна, высока Во всякой одежде красива Ко всякой работе ловка И голод, и холод выносит Всегда терпелива, равна Я видывал, как она косит Что взмах, то готова копна Платок у ней на ухо сбился Того, гляди, косы падут Какой-то парнек изловчился И кверху подбросил их шут Тяжелые русые косы Упали на смуглую грудь Покрыли ей ноженки боссы Мешают крестьянке взглянуть Она отвела их руками На парня сердито глядит Лицо величаво, как в раме Смущением и гневом горит По будням не любит безделья Зато вам ее не узнать Как сгонит улыбка веселья С лица трудовую печать Такого сердечного смеха И песни, и пляски такой За деньги не купишь У теха Твердят мужики Немножечко так вернусь назад По мнению Некрасова Такая женщина способна Перенести и голод, и холод Мы видим, что она С легкостью Переключается Может и повеселиться И на время забыть о Своей трудной доле О том, что В общем-то Каждый день приходится И физически трудиться И следить за семьей И так далее И вот особенностью Русского женского характера Поэт называет Сострадательную любовь И даже находясь В крайне трудном положении Человек Менее всего Думает о себе О своем личном горе Да Крестьяне Особенно дети и женщины Более милы Некрасовскому сердцу Но ему дорого И целостное мироздание Без которого не было бы И крестьянской вселенной Правда Для своих любимчиков Он, кажется Не находит Ни единого слова Осуждения Некрасов действительно С редкостной силой Оплакал Оплакивал Страдания народа Но он еще более гениально Воспел народную мощь И красоту И мы с вами это В общем-то Услышали В стихотворении Есть женщины В русских селениях А таких Произведений Знаковых У него еще много Посмотрите, пожалуйста Стихотворение Железная дорога Или вот Поэма О которой мы будем Говорить на следующей неделе Кому на Руси Жить хорошо Поэма Писалась В общем-то Больше десяти лет И стала Своебразным Финалом Эпического Творчества Некрасова В ней дана Широкая панорама Жизни По реформенной России В полной мере Реализован Талант поэта Володеющего Знаниями О жизни Простых людей Об истории И культуре Русского народа И средствами Художественной Выразительности Поставившими Поэму В разряд Классических произведений Русской литературы Да, конечно Напечаталась она не сразу Было такое, что Несмотря на То, что Николай Алексеевич Сам был редактором И издателем Видных журналов Его поэму Вырезали Первые разы Когда он пытался Публиковать Потому что Она была очень злободневна Она очень цепляла И читая ее Мы можем вспомнить Такие произведения Как Путешествие из Петербурга В Москву Радищего И записки охотника Тургенева Есть там переклички Особенно Что касается Именно Естественно Жизни народа Тягот И что происходило На самом деле И вот В 1861 году Крепостное право Отменяется Но это Не приносит К сожалению Народу Ожидаемых Свободы И счастья Это стало Тяжелейшим Разочарованием Для очень многих Людей И слоев Общества И Некрасов Продолжал Посвящать строки Низшим слоям Общества И снова На него Находились Ярые критики Его творчество Ну это нормально Обычно Все время На то что трогает На то что актуально Есть реакция И эта реакция Не всегда положительная В 1974 году Поэт Написал Элегию Так он Ответил критикам И в художественной форме Аргументировал Свою общественную позицию Вот послушайте пожалуйста Я лиру В дневном увлечении Шепнула муза мне Пора Идти Вперед Народ Освобожден Но Счастлив ли народ Таким риторическим вопросом Поэзия Поэзия И вот как группа Крестьян Отправляется В путешествие По сути да В поисках Того Кому на Руси Жить хорошо Я с вами прощаюсь До следующей недели Всего вам доброго И интересных Литературных Путешествий Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...